В детском саду номер 97, расположенном на Красноборской улице в Ярославле, большой праздник. После реконструкции здесь открылся бассейн. Этот детский сад считается оздоровительным, он предназначен для детей с аллергопатологией. Теперь 128 дошколят будут укреплять здесь свое здоровье. Давайте детки вам не мешать, давайте танцевать. Так весело и задорно в детском саду 97 отмечали открытие бассейна. По случаю редкого и очень значимого события в жизни дошкольного муниципального учреждения, там устроили небольшое театрализованное представление. На праздник пришли и представители городской власти, и спонсоры, которые помогли привести бассейн в порядок. Им и доверили перерезать красную ленточку. Три миллиона ушло на реконструкцию бассейна. Бюджетных средств здесь не было, все работы проведены за счет спонсоров. За два с половиной месяца выполнена огромная работа. Выложены плиткой стены, сделаны полы с подогревом, проведена новая вентиляция, установлены пластиковые окна и натяжной потолок. А главное, появилась сверкающая чаша бассейна с подогревом и современной системой очистки воды. Бассейн оснащен удобными ступеньками и поручнями. Персонал детского сада не скрывал своей искренней радости при виде всего этого. У нас сегодня настоящий праздник, потому что тот подарок, который мы получили в виде нынешнего бассейна, это идеальный подарок, великолепный подарок. Я очень благодарна всем, кто принимал участие в ремонте этого бассейна. Этот детский сад работает уже четверть века. Он специализированный для детей с ослабленным здоровьем, страдающих аллергическими заболеваниями. Сейчас его посещает 128 дошколят. Теперь здесь появилась возможность укреплять здоровье малышей водными процедурами. Однако на этом добрые дела не заканчиваются. Мэрия города Ярославля активно работает с крупными застройщиками по привлечению частных инвестиций для таких проектов. Поэтому вот это один из проектов. В нем участвовали учители компании «Марианстрой» Лагунин Алексей, Алексей Басалаев. До 1 октября также этой компанией будут завершены работы по благоустройству детской площадки и стадиона в школе номер 48. Поэтому я думаю, для всех остальных застройщиков это будет хорошим примером. Всех призываем и просим участвовать и помогать детским садам, школам. В ближайшие годы в Ярославле намечено построить шесть детских садов. Также в планах строительство новой школы в микрорайоне «Сокол». Ожидается, что на эти цели средства поступят из федерального бюджета. Нина Свечникова, Максим Сушанов.